День добрый! С вами Марина Брандуцци и сегодня я вам расскажу, зачем мы из Сардинии летим на Тенерифе. Понятно, что люди с севера едут к теплу, а у нас за день до отлета было в Сардинии 20 градусов, а на Тенерифе 25. Ну и зачем же тогда лететь на Тенерифе, спросите вы? Сардиния, она же красивее! Во-первых, потому что на Сардинии в январе может быть и 20, и 15, а может и 10, это как повезет. А на Тенерифе климат смягчается теплым океанским течением и нет сильных перепадов температур. Во-вторых, отдыхать в том же месте, где живешь, доставляет гораздо меньше эмоциональных ощущений. Хотя есть Сарды, которые никогда в жизни не покидали остров, потому что считают его самым красивым. Они правы, но у меня после двухлетнего жесткого итальянского карантина, который тем, кто был в России, не понять, было непреодолимое желание куда-то выбраться с острова. Хотя да, море в Сардинии лучше, и я каждый раз в этом убеждаюсь. Ну и третья банальная причина – это цена. Сардиния – это дорогой остров, а Канары – это свободная экономическая зона, где все без налогов и все дешевле. Гостиница, бензин, машина в аренду, перелет, солнечные очки, цены в ресторанах, поэтому там не бывает мертвых сезонов. И круглый год туристы гуляют по пляжам. В отеле мы строго носили маски и избегали купаться в бассейне. В отличие от англичан, которые сдвигали столы и расслаблялись большими компаниями, по итальянским законам этого времени мы должны были сделать назальный тест прямо перед отлетом, и страх потерять самолет и не вернуться из отпуска вовремя не давал расслабиться. Мы поселились в Коста-Адехе и, как любой нормальный турист, в первый день дошли до моря и пошли по берегу в сторону Ля-Калета, пляжа Плая Фанабе, а во второй день пошли налево в сторону Порта-Колон, Плая де Лас-Америкас, возвращались, поднявшись выше по набережной, кидая взгляды на магазинчики. С этой стороны Тенерифе хорошо виден соседний маленький остров Гомера, который менее посещаемый, и частично он используется как заповедник природы, и часть острова Гомера закрыта для посещения. Другая часть имеет, наоборот, множество туристических троп, а также земли сельскохозяйственного назначения. Географическая справка. Мы с вами находимся на юге самого большого и центрального острова Канарского архипелага. Это примерно в 300 километрах от берега Африки и на широте Сахары. Хоть Тенерифе известен как остров Вечной Весны, климат его северной части более холодный и влажный, а берег скалистый. А климат юга отличается. Он суше и теплее, и здесь также находятся самые широкие протяженные пляжи. На острове живет чуть менее миллиона человек. Это 43% от всего населения архипелага. В нормальный год остров посещают также 5 миллионов туристов. Темный песок Тенерифа меньше летит на ветру и позволяет воде лучше прогреваться у берега. Суккуленты и кактусы радуются жаре в открытом грунте, а вот нам возвращаться пешком в отель быстро надоедает. Поэтому начинаем осваивать прокатную машину и навигатор. Для начала посещаем соседние городки и разбираемся с указателями достопримечательностей и круговыми движениями, которые часто имеют больше ответвлений, чем обычно. Иногда нужно повернуть, не доезжая, или свернуть на нужную развилку, выезжая. Находим на карте замок Святого Николая. Подъехав, понимаем, что это новодел для проведения зрелищных представлений в стиле средневековья для туристов. Но на фоне гор выглядит очень неплохо и можно пофотографироваться. Через весь остров кольцом проходит автострада. Максимально допустимая скорость на ней 120 км в час. Плюс на подъеме обычно есть полоса для обгона. Дорога очень хорошая, так что в теории весь остров можно обогнуть за 2 часа. Но мы не будем торопиться и будем делать остановки и наслаждаться найденными красивыми видами и местечками. За 5 дней мы увидели столько интересного, что, похоже, у этого видео будет еще вторая часть. Лос-Гигантес – небольшой курортный городок у подножия горного массива. Его базальтовые скалы вулканического происхождения защищают город, спортивный морской порт и пляж от ветра. Гигантский утес возвышается на 600 метров над уровнем моря и входит в горный массив западного склона вулкана Тейды. Единственный недостаток этого пляжа с черным песком – что здесь рано темнеет. День пролетел незаметно, мы возвращаемся на ужин в отель, а потом идем в танцевальный зал, где большими буквами на нескольких языках написано «Танцевать запрещено». Но все же мы в Испании, и кое-какая развлекательная программа здесь осталась и для взрослых, и для детей. «Танцевать запрещено» Любой, кто приезжает на Тенерифе, думает, что один день он посвятит вулкану Тейды. Погода на острове непредсказуемая, и обычно с утра над горой висит небольшая тучка, которая может превратиться в огромную тучку или закрыть все небо до самого моря. В такие дни ехать в горы бессмысленно. А в это утро над горой было ясное небо, и только над морем висели легкие облака. Мы мгновенно собрались и поехали. Когда дайверы опускаются на глубину, они ощущают эйфорию из-за изменения в составе крови. Но и подъем в горе дает особый неповторимый эффект из-за изменения давления. Это может сыграть злую шутку в горах. Поэтому новичкам я советую выбрать тропы на более низкой высоте, которых очень много на Тенерифе. Или, если вы хотите обязательно пойти по тропе в национальном парке, лучше найти инструктора. Посещая парк на автомобиле, вы сможете сделать гораздо больше остановок, чем пассажиры рейсовых автобусов и организованных туристических групп. Чем раньше вы встанете, тем больше времени на красивые места у вас будет, и вам не придется никого ждать. Даже в самое жаркое время года нужно взять закрытые ботинки, а еще лучше походные, если есть. Они вам пригодятся, чтобы сойти с дороги на 5 метров и выбрать лучший ракурс для фотографии. Теплую куртку, очки солнечные, шапку, чтобы прикрывало уши и не слетало от ветра, перчатки, телефон, воду и остальное думайте сами. Дороги здесь с хорошим асфальтовым покрытием, хотя иногда встречается немного серпантина. Места, в которых есть что посмотреть, имеют специальный знак. Парковки продуманы очень хорошо, чтобы не закрывать красивый вид, и часто имеют оранжевое шумящее покрытие, чтобы люди, смотрящие в экран телефона или объектив, слышали приближение машин. Скалы Гарсия названы так по имени фермера, которому принадлежала эта земля до ее перехода в национальный парк. Знакомьтесь, это Тейде, самый высокий вулкан Европы, 3718 метров. Для посещения его вершины, где видна кальдера, нужно записываться заранее и получать разрешение. При нашем посещении фуникулер был закрыт, потому что на вершине еще лежал снег. В 2007 году за свою уникальную флору национальный парк Тейде был внесен в список достояний планеты ЮНЕСКО. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Во времена эпохи географических открытий многие корабли привозили экзотические растения и их семена, но в Испании они не приживались. Тогда появилась идея, что можно приручить эти нежные растения в жарком климате Канарских островов, а после акклиматизации перевезти в оранжереи на материк. Так как специи и тропические фрукты стоили баснословных денег, испанский монарх Карл III в 1788 году подписал указ о создании специального сада на острове Тенерифе. Директором сада был назначен маркиз Алонсо де Набо. Всю свою жизнь он посвятил этому саду. Здесь были и другие меценаты, выдающиеся садовники и натуралисты. С 1941 года сад перешел в собственность Национального института агрономических исследований. Здесь имеется более 3000 видов экзотической флоры, тропиков и субтропиков. Съедобные и декоративные растения, видов пальмовых, бромелиевых, всем знакомый ананас, ароидных, наши офисные, диффенбахия, сенсиверия, мастера, замиакулька, сантуриум, тутовые, фикус, инжир, хлебное дерево, шелковица. Ботанический сад занимается научными исследованиями, научным обменом и сохранением эндемичных видов. Также здесь можно найти кактусы и суккуленты, папирус и лотос с кувшинками, орхидеи и другие растения, радующиеся своими цветами или формой, как, например, бутылочное дерево. Атмосфера здесь очень уютная и расслабляющая, мало людей, тенек и прохлада. За вход берут символическую плату в 3 евро, но все это, конечно, имеет смысл, если вам вообще нравятся растения. Чем дальше мы уезжаем от юга острова, тем меньше здесь широких песчаных пляжей, зато есть живописные утесы, камни и обрывы. И хотя в некоторых местах закрыты отели и мертвый сезон, но всегда есть что-то интересное. Во второй части мы посетим старую и новую столицу острова, музей Турахи и Эрдала, пирамида Дигуймар и еще много всего, как берег ветров и серфинга, церковь-покровительницу-архипелага, увидим живого испанского краба и сходим в поход в горы. Спасибо, что были с нами и до встречи!